Здравствуйте! Мы сегодня продолжаем наше рассуждение об интеллектуальной истории человечества, о тех приобретениях, которые человеческий интеллект, его интеллектуальный багаж, скажем так, совершил за свою историю, и с какими лицами историческими, фигурами это было связано. Итак, Цезарь, Юлий Цезарь, вот сегодня решили мы на него нанизать, на его судьбу, его историю, его биографию, нанизать некие поучительные сведения. Ну, что имеет отношение в нашем представлении к Юлию Цезарю? Юлианский календарь, во-первых, который позволяет нам отмечать Новый год 13 января. Это вот тот самый юлианский календарь, который ввел в Риме Юлий Цезарь. Я долгое время думал, что вот такой вот продвинутый Юлий Цезарь в астрономии разбирался, и вот захотел облагодетельствовать человечество, утвердив в Древнем Риме, в самой могучей державе Средиземноморья, Юлианский календарь. Ну, он, конечно, был человек продвинутый, очень воспитанный и образованный. Про него так рассказывают. Он был из семьи, ну, уважаемой, хорошей семьи. Это я вам скажу потом, что значит уважаемая, хорошая семья в Древнем Риме считалась. С одной стороны. Но его родитель, отец, не занимал каких-то больших постов в римском обществе, в римской республиканской администрации, скажем так. Но зато родители постарались дать ему очень хорошее образование. Он был, ну, просто очень хорошо образован по тем временам. Тогдашнее образование означало внимательное изучение, скажем так, греческого языка, так сказать, грамматики. То есть в этом отношении он был очень подготовленный человек. Ему это многократно помогало в его, так сказать, жизни. Он был человеком нестеснительным в плане разговора. Он был большой такой, говорят, оратор. Любил высказать свою мысль. Быстро у него шла мысль от головы к языку. Сразу он, так сказать, соображал. Недаром у него такая была реляция на одно, так сказать, военное его предприятие. Пришел, увидел, победил. Вот такая вот у него была реляция. Так что быстро у него все шло. И с вербальной функцией все было в порядке. Кстати, вот как он выглядел. Внешность, кстати, его вполне приличная, вполне пристойная, конечно, древний римлянин. Интересное, симпатичное лицо. Но как-то вот этот вот мраморный его облик, так как-то вот холодноват немножко смотрится на фоне других его современников. Вот посмотрите. По-моему, гораздо более яркий человек, но такой сухой, еще более сухой, чем Юлий Цезарь. Это Красс. Знаменитый военачальник, победитель Спартака. Хотя, конечно, в римской военной истории не считалась победа над Спартаком уж очень большой заслугой. Разгром Спартака был предрешен. Он считался гораздо слабее, чем римские легионы, его армия Спартака. Но это просто у нас так в нашем представлении. Команда Спартак такая есть. И как-то вот восстание рабов. Случай, в общем-то, уникальный, согласитесь. А вот другая фигура. Посмотрите, какая. Это Помпей. Какой-то вот чем-то, такой-то мягкий черт лица, правда, такая немножко вот рот незнающий. То ли ему улыбнуться, то ли нет. Видите, какой интересный человек Помпей. И вот, по-моему, Юлий Цезарь – это что-то среднее между вот этими двумя людьми. Он и не такой суровый, как Красс, и не такой уж такой вот мягкий, как Гней Помпей. И, кстати говоря, его звали Помпей Великий. Он был очень большой знаток военного дела. И, в общем-то, по его результатам военной деятельности, он, в общем-то, честно говоря, превосходил Юлия Цезаря. Не только желание поговорить о календаре подвигло нас к разговору об Юлии Цезаря. Юлия Цезарь и вот эти персонажи, которых вы сейчас видели, они посетили наш мир как раз в тот период времени, когда происходили очень такие вот серьезные преобразования, я бы сказал, в римском обществе. Преобразования происходили сами по себе, то есть не за счет вот каких-то вот привнесенных извне идей, как вот бывает, когда пытаются построить социализм, например, как это было вот у нас. Или как было в эпоху Великой Французской революции, когда власть попала, в общем-то, в руки таких вот людей, чье сознание было пропитано тогдашней философией, такой вот негативного такого отношения к действительности, негативного отношения к тогдашним ценностям. Здесь ничего такого не было. Здесь произошел такой момент, некая переделка, ну, не сказать реконструкция, а какая-то такая вот серьезное преобразование римской системы демократического управления обществом. Вот самое интересное, что демократия римская, это очень, кстати, для нас очень важный, интересный объект, потому что его, вот этот объект, демократию, демократическую форму управления, сейчас использует, ну, значительная часть обществ на земном шаре. И, в общем-то, общим местом является такое мнение, что демократия это вообще, так сказать, ну, будущее человечества, как раньше, и общим местом являлась фраза, коммунизм это будущее мира, вот, коммунизм это молодость мира, его возводить молодым, такой был стишок в свое время. Вот. Ну, в общем, действительно, демократия это лучше, чем какая-то вот диктатура, ну, ясно, что демократия лучше, чем режим Гитлера, например, правда? Абсолютно очевидно. Ну, так вот, интересно узнать, кто же изобрел демократию, как она возникла, каков был ее, как это называется, генезис, так по-моему называется, да? Так вот, самое удивительное, что демократия, так же, как и колесо, не имеет своего изобретателя. Более того, мы даже не очень себе, честно говоря, честно говоря, только положа руку на сердце, представляем себе, как и в какой обстановке это вот демократическая форма правления, так сказать, возникла. Дело в том, что наряду с древнегреческой демократией, которая, в общем-то говоря, была как-то замкнута в себе. Древнегреческая демократия – это демократия, так сказать, полиса, демократия города. В этом смысле по-французски город – это, так сказать, бурж, по-немецки – бург. Отсюда буржуазия, отсюда, то есть городское население, так сказать, мещане по-нашему, по-русски. Вот такая вот буржуазная демократия, значит, можно по-другому перевести – городская демократия. И вот древнегреческая демократия – это была демократия полисов. Города-государства, так говорят про, так сказать, греческие вот эти вот демократические образования. Она не переросла вот в какую-то большую страну, скажем, так сказать, Греция, не стала государством с демократической формой правления. А вот Рим свою демократическую форму правления, свою вот эту республиканскую власть, он распространил за пределы своей узкой городской черты, значит, там, и вообще превратился в достаточно большое республиканское государство, называли Римская республика. Хотя в ней далеко не все образования, так сказать, вот, так сказать, субъекты этой республики, этого государства были равноправны, но тем не менее, вот эта вот такая структура республиканская, демократическая, она возникла. Она не ограничила с узкими рамками какого-то небольшого коллектива людей. Так вот, трудность есть определенная в изучении истории Древнего Рима. Я не историк, поэтому служу об этом со стороны, как потребитель сведений об истории, да, исторических сведений. Трудность заключается в следующем, что в 387 году до нашей эры, или, как сейчас чаще принято говорить, до Рождества Христова, Рим был подвергнут набегу галлов. Галлы напали на Рим, вскоре он был освобожден от галлов, галлов прогнали туда, в сторону Альпы, они там и поселились, это называлось Цизальпийская Галлия потом, этот район, район Эпенинского полуострова. Вот, и во время этого набега был пожар в Риме, сгорел дом, знаете, чей дом? Дом сгорел жреца, верховного которого отвечал за введение летоисчисления, за введение календаря. Значит, я долго думал, что календарь это очень важная вещь на самом деле. На самом деле я думал так, ну смотрите, ну как важно иметь точный календарь, как важно точно предсказывать, значит, времена года. Вот у нас, например, сейчас наш календарь, так сказать, юлианский, он, простите, немножко не совсем наш, это считается он, так сказать, церковным календарем. Значит, он отстает от предсказания астрономических таких вот моментов, как, например, равноденствие, земнее солнцестояние, летнее солнцестояние. Да, если вот это вот, по этим моментам нам ориентироваться на сельскохозяйственных работах, скажем, да, то получается мы, мы это человечество, потому что мы на протяжении жизни одного поколения, это будет незаметно совершенно, будем постоянно, как сказать, сдвигаться. Да, значит, значительно, вот за две тысячи лет убежали на тринадцать дней вот эти все моменты состояния равноденствия относительно тех, которые на самом деле происходят. Ну, на самом деле не так уж это важно, в конце концов. Даже в древнем Египте, где в календаре не было никаких високосных лет, и год, значит, бежал очень быстро, то есть на протяжении жизни человека, например, ну, 20-летней жизни человека на пять дней убегал календарь относительно всех этих вот, так сказать, фактов, наблюдаемых на небесах. Однако ведь, посудите сами, раз мы полевые работы по календарю начинаем, мы полевые работы начинаем по погоде. Если холодная весна, полевые работы начинаются позже, если теплая весна, полевые работы начинаются раньше. Все зависит от погоды, от предсказания погоды. Климат меняется из века в век, это уж точно, это уж стало общим местом, и поэтому не так это важно, на самом деле, для жизни вот такой вот обыденной. Ну, для астрономов, наверное, да, нужно, наверное, это им интересно, но они сами разберут, сами учтут, в чем там дело. Так вот, оказывается, первичный календарь, потребность в точном календаре возникла у служителей культов разного рода. Так же было и в Древнем Риме. Верховный жрец расписывал, его звали понтифик Максимус, то есть главный понтифик, верховный понтифик. Понтифик Максимус на таких вот белых дощечках расписывал все дни месяца ожидаемого. Как, что в эти дни месяца нужно делать, каким богам молиться, какие праздницы справлять, какие, так сказать, культы отправлять. Да, в какие дни допускается приезд в Рим, так сказать, сельских жителей, для того, чтобы они могли, значит, продавать свой товар. В какие дни не допускается, когда положено платить долги, это называлось календой. Отсюда и слово такое вот календарь. Вот такие вещи. Кстати, очень интересно, что в Древнем Римском календаре было всего-навсего 10 месяцев. Вот следы эти сохранились. Смотрите, как декабрь, десемба, да, по-английски, деце, да, помните, 10, новемба, октоба, 8, 9. У них было всего 10 месяцев, очень удивительно. Месяцы были примерно как наши, дни 30, скажем так. Месяцы были привязаны к лунному календарю. Вообще, так сказать, месяц возник из-за фаз Луны. А все остальное время, это когда наступал декабрь, два месяца, ну, так сказать, по-нашему два месяца, люди ждали, январь и февраль теперешний, ждали наступления Тесмарта. А Тесмарта был назван в честь бога такого, который оплодотворяет природу. Вот какой-то у них такой был старый еще бог, скажем так, до, не вошедший в пантеон богов, так сказать, согласованных с греческой мифологией. Вот такие вот были дела. А это потом уже появились январь и февраль. А некоторые месяцы очень долго носили названия просто по номерам. Шестой месяц и седьмой месяц, они потом превратились, да, в восьмой месяц, превратились в июль и август по именам императоров тогдашних заслуженных, июль, июля Цезарь. А август и его преемник. Его преемник, его приемный сын, кстати говоря, и племянник, Октавиан Август. Но о нем разговор у нас будет немножко потом. У него тоже фигура очень замечательная, очень как-то вот такая, ну, по-своему, симпатичная очень фигура. И так вот, положа руку на сердце, положу руку на сердце, да, значит, хочется сказать, что вот всем бы такого правителя, да, такого мудрого, взвешенного правителя. Кстати говоря, он был первым политическим деятелем, ну, из известных в истории человечества, который свои речи говорил по бумажке. Ну, бумаги тогда не было, то есть он составлял предварительные речи. Я не знаю, стоит ли, так сказать, верить информации той, которую сейчас до вас доведу, или это просто анекдот, похожий анекдот, в общем-то, мы знали в советское время, якобы даже разговаривая со своей, так сказать, женой, которую он очень любил, уважал и ценил, он всегда этот разговор готовил сначала, значит, записывал, то есть свое обращение к жене. Ну, я думаю, что это анекдот все-таки. Все-таки думаю, что это анекдот. Вот, это просто скверный анекдот. Ну, а может, и не скверный, просто так вот, когда, так сказать, любят человека, и про него всякие сплетни распространяют, так сказать, Петр Леонидович, так сказать, Капица очень любил Резерфорда и прозвал его крокодилом. За что, почему, непонятно. Ну, вот, назвал крокодил Резерфорд. На Резерфордской лаборатории теперь, значит, изображен в памяти об этом крокодил. Прозвучий крокодил к Резерфорду пристал. Вот, такие вот дела. Ну, так вот, кто изобрел римскую демократию, совершенно неизвестно. В силу того, что записи, которые делал понтифик до, так сказать, гальского нашествия погибли, в этих записях он иногда вставлял какие-то вот интересные события. Да, то есть, вот, над кем-то случилась победа, вот туда и вставили. Что-нибудь еще произошло, вставили, туда записали. Какое-нибудь случилось приметное астрономическое явление, например, солнечное затмение, вставили. Ну, как позднее, значит, существуют версии этих записей, вроде как бы восстановленные до того момента, до момента сожжения Рима, так сказать, галлами. Дом понтифика находился, скажем так, по нашему, в нижней части города, не на холме, где жили, так сказать, лучшие, так сказать, люди римского общества. Вот там на холме все сохранилось, а внизу сгорел и дом понтифика тоже сгорел. Так вот, говорят, видите ли, наверное, вот такие вот записи назывались аналами, наверное, и частные люди, частные лица римские тоже вели свои аналы. Ну, понимаете, как это некая гипотеза историков. Не мне обсуждать методы, которыми историки получают свою, значит, делают свои выводы, лучше так сказать. Но роль гипотезы в истории, конечно, совсем другая, чем в физике или в химии. Гипотезу в таких естественных науках легко проверить, потому что большинство событий, происходящих в нашей, скажем так, в неживой природе, они повторяемы. А вот в человеческом обществе трудно очень повторить события, то есть практически невозможно. До недавнего времени вообще никакой надежды на проверку исторических гипотез не существовало. Расскажу вам, вот совсем последнее время такие надежды появились. Есть очень такой трудный для изучения историка объект, история до Колумбовой Америки. История, причем, до Колумбовой Северной Америки. То есть история вот этих вот индейских племен, заселявших территорию вот сейчас Соединенных Штатов, в частности, которые письменности не имели, так же, как и южане, так сказать, жители Южной Америки тоже не оставили расшифрованных на данный момент, так сказать, надписей. Вот. И активно американцы исследуют свою доколумбовую археологию по материальным источникам. Вот. Удается им что-то такое определить. И многие вещи, ну, как сказать, у них, получается, гипотетические. Приходит что-то проверять. Например, есть такой замечательный штат, значит, Кентукки, штат Голубой Травы. Замечательным тем, что за много лет, за много веков еще до появления европейцев на территории Северной Америки, индейцы там прекратили жить, да, перестали, так сказать, селиться. Хотя штат ничем не хуже любых других соседствующих с их территорией, но перестали жить. Вот загадка. Что это они там перестали жить? То ли какая была болезнь, то ли еще чего. Но чтобы не жить там несколько веков, да, вот эта, так сказать, память должна была исчезнуть, забыться. Кстати говоря, ученые, ученые 19 века, это как раз, в общем-то, говорят те люди 19-18, скажем так, более расширительно будем толковать этот период, те люди, трудами которых в конечном счете мы до сих пор живем, когда говорим об античной истории. Это вот именно они трактовали, вот дали такую вот научную трактовку материалов, сочинений античных авторов, античных историков. Так сказать, Тита Ливия, например, известного такого историка Древнего Рима, вот, пересказали. Что-то они там попытались отредактировать, что-то, скажем так, подвергнуть сомнению, что-то додумать. Да, вот это именно вот с той поры пошло. Надо сказать, что до середины, наверное, 19 века активно шла такая вот историческая, ну, среди историков это не историческая, а научная борьба, да, между различными школами и течениями, как понимать древнеримскую историю. Ну, так вот, в последнее время, на самом деле, появилась возможность некие, некоторые исторические факты проверять экспериментально. Ну, вот, в частности, проблемы заселения, расселения и свертывания поселений в Древней Доколумбовой Америке. Значит, стали моделировать эти процессы и пришли, в общем-то говоря, к правильным выводам. В тех случаях, когда удавалось по археологическим данным, в зависимости от эпохи, эпохи исторической, да, временного интервала времени, оценить количество, так сказать, жителей на той или иной территории, потом сопоставить это с историей климата, так сказать, палеоклиматические исследования хорошо известны, да, начиная с исследования там по толщине годичных колец, по слоям теперь антарктического и голландского льда, как они там накапливались, то есть судили о количестве осадков, о наличии там полевых облаков, вызванных извержениями вулканов, вот такие вот, исходя из этих вот палеоклиматических условий, была создана модель вот той популяции индейцев, населявших различные части территории Соединенных Штатов, теперешних Соединенных Штатов, и, в общем-то говоря, правильно были предсказаны моменты, когда вдруг районы, значит, обезлюдивали, да, вот, причем люди уходили даже резче, чем предсказывала модель. Обычно моделирование каких-то процессов, ну, в такой, в неживой природе, оно так вот сопровождается ошибками такими, обычно модель дает более, скажем так, так сказать, резкий край, резкий перепад, чем в реальной жизни. А вот тут в реальной жизни оказалось, что численность населения сократилась резче, чем в модели. Ну, люди действительно просто ушли, здесь наложился психологический фактор. Ну, история Древнего Рима не дает, археологическая история не дает материалов для подобного рода компьютерных моделей, вот, и история Древнего Рима весьма туманна. Есть официальная точка зрения, которая говорит о следующем, что, значит, до эпохи республики Римом правили последовательно несколько царей. И в эпоху правления этих царей возникла потребность у них создать, так сказать, сенат. Сенат, то есть орган совещательный, с которым они советовались. Как, при каких обстоятельствах такая вот проблема, значит, потребность у них возникла, и почему этот сенат так прижился, в общем-то, это совершенно непонятно и неизвестно. Лучше, честно говоря, считать, что вот по непонятным причинам когда-то в Древнем Риме возникла вот эта демократическая форма правления, и она досуществовала до времен, так сказать, Цезаря. Значит, передача наша заглавная так, так сказать, фабула дела. Я должен вас ввести в те события, что происходили, значит, в эту эпоху. Вот я должен вас с двумя еще, так сказать, фигурантами этого дела познакомить. Давайте посмотрим двух фигурантов этого дела. Вот эта вот скульптура с отбитым носом изображает диктатора Суллу. Вот, полюбуйтесь. Кроме фотографии скульптуры с отбитым носом, есть у нас и фотография более целая, но маленькая. Ну, такое тоже очень интересное, живое лицо. На кого-то даже кажется похож, кого-то, в своих знакомых мы знаем. Его современник Марий. Видите, какое интересное, яркое лицо. Вот недаром историю надо изучать в лицах, вот как живой, правда? Интересный такой человек Марий. Так вот, слово «диктатор» – это отнюдь не человек, захвативший власть и диктующий свои условия. Нет, не так. Просто демократия римская предусматривала, фактически, вот так вот люди посторонние, приезжавшие в Рим, говорили, что у вас, в принципе говоря, есть некие, значит, управители, которых можно считать царями. Ну, как вот у нас есть цари, так сказать, тираны, или как их там называют в разных местах по-разному, так сказать, сатрапы, которые правят себя и правят. А вы каждый год назначаете двух царей, двух, так сказать, консулов. В Риме такой был порядок, для управления конкретными делами назначались два консула, которые целый год правили. И вот тут сразу возникала, между прочим, зависимость этих консулов от верховного жреца, потому что верховный жрец выяснял, какой же будет на данный момент год. Юлий Цезарь тоже был жрецом, и вот этот вот произвол в календарях как раз он и закончил. Понтифик, так сказать, Максимус, значит, Юлий Цезарь, закончил этот произвол. И вот последний год до введения Юлианского календаря продолжался около 440 дней. По-моему, даже ровно 440 дней. Вот видите, вот такие были, такие, так сказать, шикарные года. Вот, вот какие были года. Ну, так вот, и в экстренных случаях, когда приходилось решать какую-то крупную внешнюю проблему, обычно связанную с войной, ну, внешние проблемы, внешние вопросы, как правило, либо война, либо борьба с пиратами. Либо защита от внешнего агрессора, либо, наоборот, нападение, там, я не знаю, упреждающий удар или что-нибудь еще в этом роде. Ну, так вот, в этом случае утверждался диктатор на определенное время, с определенными полномочиями, который должен был те или иные вопросы решать. И вот надо же было такому случиться, что вот эта вот демократическая форма правления римлян очень понравилась их соседям. Римское общество было достаточно замкнутым и структурированным каким-то своим сложным образом, да. У них были два сорта, скажем так, граждан. В ту пору, когда уже существуют, так сказать, ну, подтвержденные документами история Рима, эти два сорта граждан уже спокойно сосуществовали, никакой борьбы между ними не было. Ну, такой вот антагонизма, как говорится, не было. Это были плебеи и патриции. Патриции – это, вроде как, граждане немножко более первого сорта. Они, правда, и больше обязанностей имели перед государством в силу того, что они считались более богатыми. А плебеи или, так сказать, плебс – это люди, имевшие меньше обязанностей. В частности, они гораздо меньше выставляли, так сказать, вот от себя в случае необходимости, так сказать, рекрутов, когда набиралось, говоря по-нашему, ополчение, а по-тогдашнему – легион. Вот этот легион фактически на русский язык, его первоначальное значение можно перевести как ополчение. Ну, полк тоже ведь превратился, наверное, из ополчения у нас, да? Так и легион, как некое воинское формирование древнеримской армии, тоже выросло из этого слова. Значит, легион, легио, ополченец. Вот так как тогда вышло. Так вот, лучшие вот эти люди делились на курии. Каждая курия – это, как бы сказать, род по-нашему. А плебей – это человек без рода. Плебеями, видимо, становились люди либо приезжие какие-то, пришлые, да? Пришли и осели в Риме, и как-то получили права гражданства. Но не плебеи, они не входят ни в одну курию. Все курии, надо сказать, делились, назывались по именам женщин, женские имена носили. Например, Юлий Цезарь был из, так сказать, Юлиевой курии. Его племянник, которого он усыновил, был, значит, из курии Октавии. Октавия – это тоже женское имя. Приписывается это такому событию в период еще ранней истории, ну, фактически мифической, тут уж точно мифической истории Древнего Рима. Она вообще едва ли похожа на что-нибудь, кроме, так сказать, красивой сказки, красивого такого предания, что-нибудь в духе, так сказать, Гомера. Случился такой случай. Римляне представляли себя исключительно мужское общество. Не хватало женщин. И они устроили праздник, и представители соседнего народа, так сказать, собияни, явились туда вместе со своими женами, дочерьми. Ну, и произошло похищение этих самых собиянок, значит, дочерей, которые стали мужьями римлян. Вот. Ну, и вот их дети, значит, они вот наследовали, видимо, свои имена по материнской линии. В этом вот, в мужском обществе, наверное, смертность мужская была достаточно высокая, потому что они все время воевали, разбойничали, соответственно, и убыль мужского населения была. Поэтому, так сказать, женщинам приходилось брать себе других мужей. Вот. Вот эти там собиянки прижились. Ну, согласно легенде. Но факт остается фактом, что все курии носили женские имена. То ли это следы какого-то матриархата, то ли действительно вот в этой истории есть что-то, что-то такое вот. Может быть, это как раз и есть единственная правда в древней истории Рима, да, в самой такой древней сказочной истории. Кто его знает, ничего сказать нельзя. Так вот, глядя на красивую такую вот римскую жизнь, Рим был такой организованное общество. Значит, каждое общество делилось на центурии, сотни. Это не значит, что в каждую сотню, в каждую центурию входило 100 человек. Нет. Это каждая центурия, это, значит, часть общества, которая в случае войны выставляла 100 человек, 100 вооруженных, так сказать, бойцов. Центурии делились по имущественному признаку. Значит, выставляли, значит, самые богатые выставляли всадников, так и называлось это сословие, всадники, всадничество. Вот, ну, чем беднее, тем, значит, было попроще вооружение. Но вплоть до, вот, описываемых времен, римский воин сам себя обеспечивал и вооружением, и деньгами, жалований не получал, амуницию покупал сам. Вот так вот, это сугубо добровольное было дело. Как бы сейчас сказали, значит, милиционное формирование, да? Вот как-то так, милиция, то, что, ну, в смысле 19 века. Современная наша милиция, это в 19 веке называлось, так сказать, полиция. То есть городская какая-то вот власть, так сказать, полис, власть некой вооруженной силы, следящая за порядком внутри полиса. Вот такие слова там были. Вот так они жили. Они подчиняли себе окрестные народы, тех же самых, так сказать, сабиян. Одни соседи по Италии вступали с римлянами, ну, в такой, в дружественный союз. И получали от римлян ту или иную форму гражданства. Фактически римляне стали предлагать им такое гражданство. Вы становитесь, так сказать, гражданами Рима. То есть вы на форуме голосуете. Это, как бы, так сказать, общее избирательное право тогда было, да? Ну, оно не общее было, только мужчинами обладали, разумеется. То есть вот вы пользуетесь, значит, правом голоса на нашем форуме, но свои внутренние муниципальные дела в муниципиях решаете сами. Вот такая вот у них была система разделения властей на центральные и, так сказать, региональные. По сути дела, Древняя Римская Республика была, так сказать, федеративным государством, что ее очень роднит с нашей Российской Федерацией. Так легко догадаться. Так вот, возникло вдруг желание у народов, которых вот не взяли в эту Древнюю Римскую Федерацию, основать свой собственный Рим, основать свой собственный, значит, сенат, свой форум собирать, решать все проблемы самим самостоятельно, вот раз вы нас к себе не берете. И возникла война. Ситуация была достаточно сложная. Пришлось эту войну, значит, разбирать, приводить к порядку. И фигурировал в этой войне полководец Марий, который вот на экране изображен. Изображен, видимо, человеком старым. Ну, умер он, в общем-то говоря, от старости, от напряжения такого, от напряженной жизни в старости. Вот два полководца, Марий и, так сказать, Сулла, как раз и привели к порядку, уничтожили этот Рим, не имевший номера, да, вроде как он следовал за Первым Римом. Вот это вот два этих полководца, руководя войсками Рима, уничтожили. Был очень простое сделано предложение им. Вы, говорит, капитулируйте, сдавайтесь, мы вас сделаем римскими гражданами. Только не устраивайте свой Рим. Те, кто капитулировал, тех приняли. Кто не капитулировал, тех уничтожили. Кто не успел начать, так сказать, войну, не успели начать войну против римлян, так сказать, этруски. Этруски стали римскими гражданами. Вот так вот произошел тот момент. Стало очень сильно раздуваться в этот момент римское гражданство, гражданское общество. Раздаваться стало очень быстро. Очень быстро между Суллой и Марием возник какой-то внутренний конфликт. Стала вестись борьба за власть. Собственно говоря, в тот момент начинается эпоха гражданских войн. В это время Юлий Цезарь еще был, так сказать, мальчиком. По нашим понятиям, он еще был несовершеннолетний, по-моему, был лет 16. Но его же к тому времени успели женить. Он успел побыть жрецом Юпитера. При этом ему полагалось, определенные на него налагались, накладывались, значит, обязательства. Он не должен был даже видеть армию, не должен был даже видеть вооруженных людей. Вот такой был порядок, очень странный. Вот, то есть, в тот момент к военной карьере он не мог иметь никакого отношения. Так уж получилось, что власть в Риме переходила все время из рук в руки то Марий, то, значит, Сулла. То Сулла уйдет на войну, а Марий тут, значит, захватывает власть в Риме, становится первым консулом. Вот, порядки свои наводит. В конце концов, Марий умер. В тот момент, как раз, когда к Риму подходил Сулла, умер он. Или мы помогли, или он отравился. Ну, судя по фотографии, он был такой, простите, я сказал, фотография. Это его скульптурное изображение. По-моему, оно очень реалистично, судя по всему. Ну, какой-то человек, он был нездоровый уже, я прямо скажу. Такое впечатление, немножко даже какой-то такой больной. Вот даже не просто нездоровый, а больной. Вот он больной человек, а Сулла более собранный. И вот Сулла, захватив власть, став там диктатором, учинил строгие расправы. Так оказалось, что Цезарь был женат, вот этот, так сказать, мальчик Цезарь был женат на родственнице Мария. Он оказался, значит, получался автоматом в стане противников Суллы. И Сулла потребовал от него развода, чтобы он развелся со своей молодой женой. Цезарь отказался, он такой был принципиальный человек оказался. Вообще, Цезарь был, ну, как сказать, отличался таким шикарным всегда поведением, таким принципиальным. Так он симпатичный всегда, не делал никаких несимпатичных поступков. По крайней мере, о них ничего не известно. Значит, благодаря, может быть, еще тому, что главную часть информации о Цезаре мы знаем из записок Цезаря. Ну, и из записок его сторонников, его соратников. Он так к солдатам обращался. Соратники. Обычно говорили солдат, а он обращался к соратнике. Немножко по-старинному он обращался. Дело в том, что Марий сделал первую из вот этих вот, ну, скажем так, роковых, фактически, для римской демократии реформ. Мало того, что очень расширился круг римских граждан, армия стала оплачиваться, да. Воин стал получать, так сказать, средства, плату. В частности, вот, например, жалование легионера составляло тысячи сестерцев, да. Так вот называлась тогдашняя денежная единица. Чтобы понять, много это или мало. Значит, вот такой пример. Семья из трех человек, вот такая маленькая, стандартная, малогабаритная семья, жила в ту пору в день на семь сестерцев. То есть, вот, ну, наверное, один этот самый солдат мог вполне прожить на тысячи сестерцев, не имея семьи, значит, в год. Вот такое было у него жалование. Вот так они в ту пору жили. И очень быстро армия стала наемной. Армия стала существовать постоянно. Если раньше, в случае окончания войны, человек просто возвращался к своему прошлому делу, а теперь армия стала постоянной. Солдат целиком зависел от своего военачальника. Если военачальник хороший, находит работу, да, находит добычу, может повоевать. Вот так вот у них было дело. Вот такие вот были те времена. И вот во времена как раз вот после Суллы, Сулла, между прочим, поступил очень демократично. Несмотря что он был очень суровый, так сказать, тиран, он устраивал в Риме, так сказать, проскрипции. Своих противников вот сносили в проскрипционные списки, их уничтожали, этих противников, и их имущество отбиралось в казну. Вот так вот он поступал. Но в определенный момент он сложил себе полномочия диктатора. Все были потрясены его жестокостями. Ему поставили памятник в Риме. Он удалился от дела и вскоре-вскоре умер. Он был больной человек, говоря, ну, приукрасить всегда эти истории, что он весь покрылся гноем и насекомыми, и спасался от них, значит, постоянно принимая ванны. Ничего ему не могло помочь, и он, значит, умер. Ну, это так всегда смерть тиранов в поучении потомкам изображает вот как-нибудь так вот ужасно. Вот так вот. Так что этому особенно лично я не очень верю. Ну, хотя не мое это дело судить о правильности или неправильности истории. И вот в тот момент на горизонте истории появился очень талантливый полководец Гней Помпей. Он появился в эпоху еще Суллы. Он был очень, как бы сказать, талантливый военачальник. Был он назначен ответственным лицом. На три года ему были даны исключительные полномочия. Значит, власть его простиралась на все Средиземное море, то есть на всю акваторию, и на прилегающую к морю территорию шириной по современным понятиям 70 километров. Ну, то есть это вся обитаемая, так сказать, цивилизованная часть тогдашнего мира. Значит, все римские гарнизоны, находившиеся в ней, ему беспрекословно подчинялись. Он собрал в флот несколько сотен кораблей. А проблема была морское пиратство. Доставка в Рим продовольствию была из-за этого затруднена. А Рим избаловался. Рим не хотел жить за счет поставок от христиан местных. Римляне стали получать с большой скидкой хлеб, привозимый вот из завоеванных, так сказать, провинций. Сейчас бы сказали, так сказать, колонии, но тогда колониями называли места, куда выезжали на постоянное жительство римляне, то есть осваивали территории. В основном они осваивали территории внутри Италии, в пределах современной Италии, итальянского вот этого, пенинского полуострова. А из провинции везли, и везли зерного пирата мешали, и быстро, в полгода гней Помпеи навел порядок в Средиземном и Черном морях. Выдающийся человек. А после этого он занялся войной на Востоке и разбил там, так сказать, Митридада. Очень нанес сильное поражение Парфянскому царству. С почетом вернулся в Рим, но как он вернулся? Он распустился в легион и вернулся в Рим как частный человек. Вот он выполнил свою задачу. Про него так говорят. Он был какой-то такой неотесанный, очень робкий, но выдающийся полководец при всем при том. Видите, какая-то такая робость у него в лице. Ну, командовал, наверное, здорово. Раз всегда побеждал. А вот этот персонаж Крас, он меньше засветился. Он известен как своими военными победами, как военный победитель Спартака. А потом, воюя на Востоке, погиб. И вот эти три человека, включая их младшего из их современников, Юлия Цезаря, который к тому времени, побывавший, так бы сказать, в шкуре, в должности, в должности, побывавший в должности жреца Юпитера, он, значит, стал делать военную карьеру. На Востоке побывал, когда там было тихо, затишье. Там нельзя было сделать военную карьеру. Побыл он там, побыл в плену у пиратов. Успешно расправился с пиратами. Ну, никаких глобальных побед за ним не было. В конце концов, он стал воевать в Галлии. Войну в Галлии он удивительным образом затянул. Она стала там постоянной. Он не побеждал. Он наводил порядок. Он мерил разные племена. Выступал на стороне союзников Рима. Писал об этом свои записки о Гальской войне. Но все время был при армии. Вот обратите внимание. Все время был при армии. И он был при армии до тех пор, пока, наконец, в Риме не надоело. Мы сказали, все, хватит, твоя должность там кончилась. Он говорит, как же так, у вас календарь неверный. И вот из-за этих вот календарных-то проблем, он, хорошенько раздумав, взяв только один свой легион, перейдя реку Рубикон, отправился в Рим. Вот. Время наше кончилось. А только-только успели перейти Рубикон. Спасибо за внимание. До встречи.